Люди будут веровать в Бога. Мы строим православную деревню с нуля. У нас большой видеоканал. Можете записать «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот запишите себе. Вы там найдёте утешение. Там много чего. Очень большое. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Спасибо, спасибо. Посмотрите, может, у вас вопросы какие будут? Если по скайпу думаете поговорить, зарядите Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. Ладно, спасибо. Да, слава Христу. Кто у вас там рядом? Может, у него вопросы какие есть? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Открылась? На Ютубе канал. Я записал. Ага. Ну, вы найдёте. А если «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, сайт. Это уже через Гугл. Там у нас большой сайт. Сайт. А вы сами где находитесь? Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Барнаул. Ну, вы строите деревню. Да, это 150 километров от Барнаула. Вот я поеду туда скоро. Там люди уже живут. Человек, который селится, должен сказать, что он не лжёт, не пьёт, не курит, не матерится, не ворует. Ну, цели хорошие. И сколько жителей у вас там? Да там все жители, не знаю, 30 с чем-то. С детьми вместе. Открыли школу государственную. Сами дороги строим. Государству за 27 лет ни рубля не дали. И мы же... Где же вы деньги берёте? А хозяйство подсобное. Коров держат, свиней. Небольшая пашня есть, 450 гектаров. Ага, ну, а народу мало. Ну, а народу мало, потому что люди не подходят. Он приедет, должен построиться. А что построиться-то? Это надо силу иметь. И, кроме того, деньги. А люди, которые приехали, они продали старые дома в городах-то. И приехали в основном родственники. Ага. Ну, ваша вера, это староверный? Нет, мы православные. Ну, у нас там полдеревня староверы. Ага. Мы из этой среды. Мы там и жили. Но без священства спасения нет. И мы теперь имеем священника. Брат у меня священник там. Храм построили, школу государственную. Всё за свой счёт. Всё. А вы сами старовер? Вы старовер? Да, мы из староверов. Мы там и родились. Беспоповцы. Киржаки называли. Киржаки. А семья у вас есть? Да про меня не надо говорить. Мы людям не себя проповедовать должны. Сказать, чтобы заинтересовать. Этого достаточно. Господь Бог показал людям путь на небо. Чтобы верили в распятого воскресшего спасителя. Который за грехи наши умер. Кто будет веровать, крестится. Спасён будет. А не будет веровать, осуждён будет. А как вы относитесь к православной вере? Да мы православные. К православным храмам. Мы православные и есть. К нам приезжает митрополит. Патриарши служат у нас. Брат у меня протеерей. Нет, а как относитесь к патриарху у нас? Ну как, когда они приезжают на моляне, так и поминают святейшего патриарха Кирилла, дальше нашего митрополита Илариона и местного митрополита Сергия. То есть у нас очень близкие... Это в православном храме, да? Да, конечно. Ну, наш православный. Православный. Да, конечно. То есть вы за них молитесь? Конечно, каждый день. А они за вас молятся? Ну, они за нас молятся, естественно. А у вас есть причастие? Есть причастие у нас. Причастие, покаяние, всё есть. А вы можете причащаться в православных храмах? Ну, вот когда у нас большая поездка была, миссионерская, вот у меня вышло из печати 38 томов книг. Я решил их подарить Библиотеке мира. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. А оттуда мы потом зарядили, опять отправили там книги, границы, и дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику. И где взяли с собой справку, что мы можем причащаться в любом храме. Батюшка у нас, вот мой брат едет, когда ему местная метрополия выдает документ, что он ни под судом, ни под следствием не состоит. Ему 40 лет, как он в священном сане, мой родной брат. Протеерей. Я Аким. Спасибо. В старую веру были большие семьи. Ну да. Много нас, вот в семье у отца было 5 сыновей, 5 дочерей у нас, 10, двое еще умерли, 12 было. Еще такой вопрос житейский. Вот, например, кошек мы держим, как быть? Вот котята, их в стопе нельзя. А как вот быть? А почему же нельзя? Я вот они пойму никак. У меня в эту зиму кормилось 9 кошек. 9. Там отправил в деревню сколько, да еще здесь, и на улице еще 5 штук кормлю. У меня голубятни 3. Как это нельзя? Творение Божие, всякое хорошо. Нет, вот допустим, у нас котят много сейчас. Вот несколько кошек, но как быть? Вот когда они окатились, можно их потопить? Конечно. Топить или как? Мы делаем так, кошка от себя катилась, я лопату взял, вышел, копнул, дерн поднял, их положил, закрыл, и все, нету. Они слепые, ничего не чувствуют. Потому что вот вроде топить грех, а потом их много, их никто не берет. Вот куда девать? Не надо их, чтобы они не вырастали. Грех. А кто придумал? Спасибо, Господи. Ну, люди же живут. А как тогда? Откуда у тебя колбаса? Откуда все остальное? И курочек колют, и баранов, и свиней? Ну, так я тоже об этом... Так это Бог дал так. Посланник Тимофея, апостол Павел пишет, всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с молитвой и благодарением. Конечно, надо посты православные соблюдать все. Ну, это мы все соблюдаем, все, слава Богу. Посты, православная церковь ходим, мы все, слава Богу. А вот я... Я-то тоже спрошу, вы православная? Это ваш муж православный? А почему бороду бреет? А, муж... Ну, это мой муж, он в церковь не ходит. Он не ходит в церковь. Ну, все равно. Он очень мало ходит. Ну, смотрите, ладно, я буду ссылаться на неверующих. Фридрих Энгельс сидит, какая борода? Карл Марс поменьше, у Ленина еще меньше, у Сталина усе, у Хрущевой на голове ничего нету. Это что, считать эволюцией? Ну, бороды не носят сейчас. А это плохо. В одном доме две мамы, это много. Ну, да. Понятно. А вы посмотрите на иконы. Христос с бородой, пророки с бородами, апостолы с бородами, Достоевский с бородой, Толстой Лев-Граф с бородой. Это просто изыщество. Зачем тебе скоблить себя? Вы простываете, кашляете. Я никогда не кашляю. Борода как закрывает все. А вот насчет Толстого, как вот, еретик он, да? Его отцепли это учили, как вы вот это? Ну, что теперь? Там разберутся. Не мы отлучали его. Он много богохульного говорил. Он страшный еретик. Это правильно. Конечно. Он говорил, что молиться некому. Дева Мария, это не Дева Мария. Евангелие только на горную проповедь признавал. Павла отвел. Спасибо, Господи. А вот это относится к другим конфессиям. Вот живем рядом с нами мусульмане. Ну, мусульмане, это не конфессия. Вот они сейчас заходят. Я им показываю. Я говорю, вот читали вот эту, показываю Библию. Вот так вот. Но у нас другая книга. Я говорю, какая? Может быть, вот это? Коран. Коран. А тут читай. Он не может. Я говорю, а тут ты баран. Такие же, как мы. Ничего не можете, не знаете. Что? Мусульманин, что это? Мусульманин, то, что на слух услышал их руководитель и написал. Я говорю, вот сейчас в чатру летки. Мусульманин здесь процентов 80. Я их спрашиваю, а вы зачем здесь? Ну, общаться. Какой общаться-то? Ну, давай общаться со мной. Что-то у тебя сказать-то нечего. У тебя здесь-то ничего нету. А зачем пришел? За тем, что дома тебе твоя книга разрешает с четырех жен иметь. За каждую колым платить. А тут 44 голые даром. И ты пришел тут, жеребец, прыгать на чужих кобыл. Да, ясно. А вот брак. Допустим, мусульманин на русский женится. И наоборот. Как к этому относитесь? Никак не относимся. У нас это запрещено. Если он мусульманин, он к нам приехал, принял крещение. Вот сейчас есть юноша, полюбил нашу девушку. И он приходит. Мы разрешаем. У нас молится он. Примет крещение. Примет православие. Отречется от своего заблуждения. И тогда будет видно. Веру православную нельзя никуда ставить. Все остальное заблуждение. Сектанты, баптисты, еретики это. Спасибо, Господи. Аллилуйя. Я вот видел видеоролики, где староверы не разрешают смотреть в семье телевизор. Ну, правильное дело. Это в телевизоре еще покажут хорошего-то. А сейчас вы даже в час рулетку вышли. Вы продвинутый старовер. А вот смотрите. Я пришел сюда. И здесь люди, я знаю какие, это разврат один. Я читаю Евангелие, призываю к покаянию. И уже я здесь 82 дня примерно. И у меня составлено 420 роликов, которые на пользу. Как с мусульманами беседуем, с неверующими, с язычниками. Еврей уверовал, принял крещение. Мой крестник теперь стал священником православным. Это Бог делает так. Это благодать Духа Святого делает, не человек. Ну, вот в компьютере вам помогает кто-то из... Обязательно. У нас команда. Команда где-то человек 14. Это программисты. Люди, которые помогают оформить ролики. Вот сейчас в Екатеринбурге эта война идет из-за храма-то. И тут я уже два ролика дал. Главное, вина православных. Вина-то наша. Парк в городе полно церквей. Еще пять мест здесь строите. Нет, надо отнять зеленого участка. Я говорю, митрополит должен выйти на колени, встать и просить прощения. И все схлынет. Путину доложили. Войска будут водить или что? Майдан решили устроить в России. И так-то уже друг друга убивают. 120 миллионов абортов за перестройку. Целое государство внутри утробы матери погибло. Да. Проблем много. А вот много, так надо решать их. И решать на коленях перед Богом. Как говорит нам Святое Слово Божие? А сейчас у меня вопрос. А вот если по состоянию здоровья женщина не может родить ребенка, врачи советуют для себя? Вот как относятся? Ну, никак. Сделают кесарево священие, а ребенка сохранят. Верующий человек ответит так. Если ты должна родить и не родишь, то когда Рахиль родила Иосифа, что было? Она умерла. Умерла. Ну, душа в рай. А если делает аборт, она убийца. Бат пойдет. Наша мама 12 родила. И почему аборта ни одного не делала? А у бабушки 14 было. Ну, у нас тоже бабушки много раздали. Да? Ну, здоровье лучше было. А некоторым по состоянию здоровья вообще даже нельзя вынашивать ребенка. Не правда это. Я у одних на квартире жил. Карпова она, Марфа звать ее. Ну, они, это, такие люди, хорошие. И вот ей врачи сказали, у нее трое ребятишек было, четвертого не родить. У нее что-то там случилось в организме. И у них приехал еще один человек, там свой верующий. И стал ее обследовать. И нашел, что родить нельзя. Она пришла, плачет. Что делать, братик ты мой? Я говорю, Марфенька, давай молиться будем. Только не делай. Если умереть, значит умри с Богом. И она родила нормально. И после этого еще восемь ребятишек было. А то врачи, врачи, они слов врать умеют много. Не надо болеть. Мне вот 80 лет, 80. А я еще одной таблетки не съел. Ну, это нет, это вам природа помогла. Бог помог, природа помогла. У меня за плечами пять тюрем, лагерь. Меня 26 власть мучила за то, что я распространял Слово Божие. И они ничего не могли сделать. Меня психиатрия мучила, и кололи, и руки выкручивали, и в морозилке держали. Хорошие условия. Мои условия не дай никому, Бог. А я живой, проповедую. Проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию, Север. Я везде дарил 38 томов своих книг. На 35 миллионов подарок сделали. А у меня пенсия. За 35 лет трудового стажа у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. А вы с кем работали, простите, в трудовой стаж? В трудовой. Раньше я работал прорабом. Направили в органы МВД до армии. После армии я работал на корабле. А когда уверовал, меня начали гонять, и они не давали нигде работать. Только во вневедомственной охране, при милиции, в том районе, где я живу. Чтоб каждый минут был на присмотре. И поэтому они меня лишили работы. А я и реставратор, и переплетчик, и в уголовном розыске дрессировщик. У меня чего только не было. Я прорабом работал. Я 40 лет делал печи. Уже вне рабочих дней. Без денег никогда не был. А родились вы где? В какой местности? Здесь же и на Алтае родился. Тюменцевский район. Поселок Карповка. А вот, простите, а к Вере вы как пришли? Вы, Борис, когда я пришел к Вере? Я пришел к Вере. И с детства знал, что Бог есть. И есть страшный суд. Мама рассказала. В пионеры нельзя, в консомол нельзя. С женщинами дело нельзя. Я ни одному матерка еще не сказал всю жизнь. И меня Бог сохранил от всего этого. Поэтому память у меня сохранилась. Но все понимают, как будто бы мне 18 лет. Я не повинен. Но Евангелие, Библию не знал. И после армии, когда я уже на корабле работал, служил в морфлоте, на корабле на Балтике работал, я встретил людей, у которых Библия. И меня уговаривать не надо было. А они пока обедали, я уже обратился. И когда стали молиться, мне 23 года было, я первый раз встал на колени. Своими словами сказал, чего у меня нету. Деньги есть, здоровье есть, перспектива есть. У меня нет веры настоящей. Дай мне, Господи, веры, верить, что здесь написано. И Бог дал мне веру, открыл. И вот 56 лет я иду этим путем. Но Вы были крещены ведь с детства? Я с детства был крещен. Троекратным полным погружением. А вот, простите, я не поняла. Вот Вас обратили в веру, Вы вот сказали, когда-то. В 62-м году, 27 сентября в 17.00. В каком году? В 1962-м. Это вот уже как бы вот в эту Вашу веру, да? В староверы? Да какой староверы? У нас священства-то не было, а я теперь принял священство, в церковь вошел. Староверы, они не имеют священства. Это раскол. Вот сейчас они поставили фильм режиссера Николая Достера, 20 серий. Там старобряцы сами помогали, видать. Никон с Авакумом там как. Это очень интересный фильм. Но о Библии они там речи не ведут никакой. А в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 48 стих написано. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. А раз оно будет судить, значит, по нему и надо жить. И вы священство приняли, вот я не совсем поняла, молодой тогда вот еще приняли или уже попозже? В 23 года я принял Христа, рождение свыше получил. И с первого дня у меня начались страдания. Я учился на штурмана в это время, на море плавал. Пришлось уйти. А дальше целая полоса арестов будут гнать меня, давить. И ничего они не сделали. Господь спас меня. Я освободился последний раз в 87 году. Освободился из лагеря. У нас тогда 210 политзаключенных было на весь Советский Союз при Горбачеве. И вышел указ от 15 марта 87 года о помиловании. Не реабилитация, а реабилитация только 4 января 1992 году пришла. Мне все надо было возвращать, а ничего нет. Я создал фонотеку, наверное, самую крупную в мире. Они должны мне были 11 миллиардов теми деньгами. И 11 лет шел суд, и я его выиграл. Вот я в центре города. Рядом, о, прекрасное место и два здания. Суд вырешил мою пользу от городской администрации. КГБ в стороне, а все взвалили на городскую администрацию. И все рассчитались. Я вот здесь нахожусь. В одном здесь храм устроили. Молимся. Спасибо, Господи, Ваше. Аллилуйя. Хорошие ты вопросы задавала, сестра. Ну, я постоянно в церковь хожу. Если у вас будет желание встретиться, побеседовать, вы запомните только в скайпе Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А вы можете помолиться о нашей семье? У нас такие проблемы в семье. Можете о нас помолиться? Ну, а что конкретно? Вот меня зовут Раба Божья Нина. Так. Муж Евгений. У нас сын Георгий. Очень умный, хороший программист. Сын Георгий. У него жена Людмила. У них трое детей. Но сейчас они почти год не живут вместе. Никак не пьет, не курит, не развратит. Просто он как бы требует, чтобы она подчинялась ему. Ну, то есть он как главный в семье. А она спорит с ним. И вот у них трое, говорю, детей. И вот они почти год уже она к родителям. Но пускай они выйдут по скайпу на меня. Я побеседую с ними. По скайпу. По скайпу. Они живут вместе. Ну, пускай один раз встретятся, чтобы выйти вместе. Или он на меня выйдет. Игнатий Лапкин. Он, знаете, он раньше в храм ходил. Книги покупал. Хорошо. Так. Не надо. Понимаете, все причащались в пеленок. Старший уже в десятом классе. Потом в пятом классе. Во втором три мальчика. Он с пеленок причащал. Потом, понимаете, так получилось, как бы отошел от веры. Вот взял постепенно. Отошел. В церковь что-то не поздравил батюшку с ним как-то. Ну, как было. Она начала на него жаловаться батюшке. В общем, при нем. А он про жену ничего не говорил. И, в общем, после этого он не стал в церковь ходить. И сейчас отошел от веры вообще вот. И говорит, зачем ты ходишь. И поэтому у них вот такой развод сильный. И дочь еще у нас в разводе. В депрессии страшной. Понимаете, дочь. Сын Георгий, дочь Иулия. В разводе, в депрессии. Ее ни за что, ни про что посадили. Даже так получилось. Просто обманным путем психушки была она полтора месяца. И сейчас не может прям ужасно оттуда пришла. Не может забыть эту психушку. Как там издевались. Там как матерились. Как там их вообще там над многими. Это вот в Ульяновской области мы живем. В Ульяновской области. Как там били их. Вообще там кто в психушке лежат пожилые и издевались. Вообще били. Мат сплошной. Литературу нельзя никакую давать. Это православное не молитвословое. Это все ересь. Вы понимаете. И причем просто на нее там написали, что так и так. Наврали все. Ни за что не посадили. Вы понимаете. Что за безобразие там такое происходит. И она после этого еще хуже стала. И сейчас уже спиртное начало. Понимаете употреблять. В общем вот живется с нами. У нас вот такие проблемы большие. Такие страшные проблемы. Мы никак не можем из них выбраться. Ну а как выбраться, когда Бога оставили. А Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Вы сами создали это. Было же не так. Тут никакая молитва. Я все время хожу в храм. Никакая молитва не поможет. И она за то, говорит, не я, не Бог тебе не поможет. А ты сам себе не поможешь. Я хожу все время в храм. Молюсь за них. Все время за тазлы. Я-то хожу. А они бросили. Хотя мы по святым местам. Мы с дочерью ездили, сын. Дети отошли. Муж в храм не ходил. Сомнения. А я-то не тошла. Я не тошла. И никак нет вот помощи. И почему допускается вот... Ну, вернее, вот психушки. Почему вот так вот? И государство не может ничего... Как бы ни за что, ни про что раз посадят туда. Ну, и вы это сами считаете. Ну, я ответил. Все пока на этом. Значит, да устроит Господь все по воле своей святой. Вот я могу помолился. Все, помолиться она. С раба Божья Нина, Евгения и ваша семья. Да. Можно помолиться? Все об этом.